Всем привет! Продолжаем прохождение FTL Multiverse. В прошлой серии я завершил битву с полубоссом и у меня остались два члена экипажа всего лишь. Это проблема. Сейчас попробую что-нибудь с этим сделать, ну скорее всего полечу к выходу, мне бы нанять кого-нибудь в идеале. Исследуем маяк. Находящийся неподалеку бронированный транспорт валунов похоже потерял управление, но когда вы обращаетесь к нему он начинает проявлять подозрительность. Какой бы формой жизни вы ни были, мы считаем вас отвратительными, мы не просим помощи, уходите немедленно. Вывести их из туманности, если я предложу. Валун нехотя передает вам управление своим штурвалом и вы направляете его в более разряженную часть туманности. Они не знают что и думать, но все равно передают немного припасов. О, хорошо. Хорошо, что у меня валун в команде остался. Отсюда, пожалуй, я улетаю. Полечу в центральные миры союза. Восклицательный знак. Посмотрю, что там будет интересного. Стражевой корабль нас встречает. Сразу же связывается стражевой корабль. Это жизненно важный сектор Галактического союза, который составляет интересы мирных граждан Федерации. Мы должны провести полную проверку и сканирование вашего корабля, чтобы пропустить вас. Поскольку вы уже являетесь кораблем Федерации, у вас не должно возникнуть проблем. Да, проходим. Наконец-то вы добрались до входа на контрольно-пропускной пункт. Ваши члены экипажа один за другим проходят в сканирующую машину размером с комнату, которая проверяет все, от химического состава до содержимого желудка. Хотя ваш экипаж представляет из себя сборную солянку из самых разных персонажей, но ополченцев это, похоже, не смущает и вас пропускают. Замечательно. Мне нужен магазин. Торговец аж здесь. С двумя членами экипажа я сомневаюсь, что смогу вообще в следующем бою что-либо сделать. Наличие разумных форм. Исследуем. Вы посадили маленький шаттл на огромное поле. Единственными обитателями... А, я уже встречался с этими существами. Пробуем мирно контактировать, но бесполезно. У меня вроде было два щита, насколько я помню. Странно. Вроде же у меня было два щита. По поводу... А, я же энергию не... Не это... Точно. Вот она и энергия, все. Почему-то убралась энергия, странно. Текст. Летим дальше. Блин, к магазину бы... Приблизиться. Курьер Союза. Поблизости находится критически поврежденный гражданский корабль. Сканирование показывает, что их система жизнеобеспечения не функционирует и долго они не протянут. С помощью улучшенных сенсоров просканировать корабль просто, чтобы убедиться. Сканирование дает нам ресурсы. Приближаемся к магазину. Опа. Транспортный корабль. Ой-ой-ой. Текст. Ну, тут похоже, что... Это конечное. Ремонтные боты. Изменить переключатель или усилитель. Настроить режим дрона защитный. У них, я смотрю, вроде... А, две пушки. Тут ракетница, кажись. Ускоритель щита у них стоит. Но их я точно не пробью. Единственное, я могу попробовать... Попробовать... Режим дрона настроить. Абордажный режим. Что это значит? Объект удален. Калибровку хирург абордажный. Защитный. Бортовой. Включен. Включил вроде дрон. Могу попробовать 4 мощности реактора забрать. И похилиться вот так на 8 прочности. И где мой абордажный дрон? Скажите мне, пожалуйста. Я хочу его видеть. 15% шанс уклонения у меня тут. Врубаю маскировку. Нужно помогать моему валуну. Так, у меня пушки все заряжены. Сейчас буду стрелять. Ну, тут остается только по щитам пострелять. Хотя... Ну да, по щитам. И попробую по телепорту пострелять, чтобы они... Ах, успели все-таки ко мне телепортироваться. Гады. Жду перезарядки орудий. О, тут еще один. Все довольно-таки печально складывается. Надо было мне остаться на зарядке орудий. Ой, орудий двигателей. Жду пока зарядится двигатель. Если не зарядится, то все как бы. Все. Прилетели. Последний взрыв ставит точку в вашей судьбе. Ваш корабль разлетается на куски. Вот так вот получилось. Ну, вот и все. Итак, мы снова в ангаре. Получилось открыть корабль Энджи. Это у нас крейсер гармонии. Попробуем с помощью него открыть еще один корабль. Желательно. Что у нас имеется? Защитный лазер. Затем боевой дрон один и второй. По две мощности каждый. из экипажа из экипажа у нас есть ракушка. Активная способность взрывается, нанося урон противникам. и повреждая вражеские системы. Получает двойной урон от удушья, получает 0.9 урона в бою. У нас Энджи есть и Золтан. По модулям кран сбора дронов могут дроны, если не покоцанные, возвращаться назад на корабль. Медботы, если есть в медицинском отсеке питания, пассивно восстанавливать здоровье с 25% скоростью. И расширенный навигатор. Стандартный уровень сложности. Попробую. Дронами я мало вообще пользовался, поэтому пока не знаю, что меня ждет. Взять оружие можно, взять дополнительные ресурсы. Еще одного члена экипажа. Давайте ресурсы дополнительные возьму. Правда, маловато, но все равно. Энергии прям очень мало. У меня хватает только... А что у меня? Почему мне не хватает на дроны? Ладненько, полетим. Посмотрим, что это за корабль такой. критически поврежденный гражданский корабль. О, спасаем одного члена экипажа. Это у нас Орхидея. Окей. Хорошо. Она без каких-то особых навыков. Ну, давай, Орхидея, будь на щитах. Вот так вот сохраним расположение. Почему я не могу дроны запитать? Странно. Вот, четыре. Немножко не понимаю, почему. Пока не получается. Ладно, летим дальше. Текст. Член экипажа Энджи договорится об альтернативном способе оплаты. Нет. Я не буду покупать топливо, мне оно не нужно пока. Куплю вот так, залом. Текст. Летим дальше. Кура какая-то. Летим к кури. А, это тот дрон. У меня нету ресурсов. Все, он улетает. Бедствие. Посмотрим, что на бедствии находится. Шаттл союза. Поделимся с ними топливом. Пускай. Лечу на снабжение. Нам нужны ресурсы. И нам снабжение дают. Далее отправляем команду на поиски припасов и они находят тяжелую энергетическую пушку. Ох. Класс. А, класс, но не очень класс. Она только один выстрел делает. Ладно. Лучше, чем ничего. Так, находим еще немного ресурсов. Летим дальше к снабжению. снова немножко ресурсов. Повстанцы довольно-таки быстро летят. Задерживаться сильно не буду в этой системе. Здесь отказываюсь. Боеголовки не буду отдавать. Может, мне они еще пригодятся на что-то более полезное. входящую передачу золтанского корабля. Вне поля вашего зрения. Когда вы отвечаете на вызов, вы слышите неприятные звуки. Он требует молитвы и подношения, иначе вас постигнет его гнев. Я не буду отдавать лом. Прилетай давай, если хочешь. Но пока что никто не прилетел. О! Штурмовой дрон в подарок мне дают. посмотрим, что имеется здесь. Миномет, облучающая бомба, пусковая установка бомб, ракетная установка Никс, ракетница Гидра скорострельная, тяжелая ракетная Артемида, урон корпусу 2, двойной урон отсеком без систем. мощность 3, время перезарядки, ого, 4,5 секунды, одну боеголовку берет. А, это несколько маломощных боеголовок по цене одной, используя технологию репликации. Вах, ничего себе. Максимальная очередь 5. Бонус к точности плюс 100%. Мощная ракетница с высоким уроном, оснащенная технологией маскировки. Снаряд летит медленнее, но никогда не промахивается и большая часть защитных дронов не в состоянии его обнаружить. О, как. прикольно. Потребление боеголовок, мощность, перезарядка. Прикольно, но мне пока это неинтересно. Вот мне штурмовой дрон попался. Разносторонний боевой дрон с возможностью переключения между режимами частиц и пронзания для различных боевых ситуаций. Боевым и защитным режимом. Боевым и защитным режимом. Окей. Я бы может быть даже продал бы вот эти медботы. Не вижу в них смысла вообще. Кран окей. Расширенный навигатор. А может даже расширенный показывает информацию об окружающих маяках. Вот медботы не знаю. что-то написано. Так как это улучшение внешне оно предоставляет свой обычный эффект. Но занимает слот модуля может быть бесплатно конвертировано во встроенную версию. это как из меню внутренних улучшений. Это вот здесь внутреннее улучшение мед отсек вот мед боты да вот ну ладно пока что тогда оставлю буду иметь ввиду что такое могу сделать все летим к выходу ничего мы не купили у этого торговца к сожалению элитный истребитель нас встречает что мы можем сделать наконец-таки могу включить дрон сейчас хоть посмотрю что он вообще делает как им управлять а вот он вот он получается все вижу меня тут штурмуют получается как раз дрон отсек мой штурмуют оружейку мне сломали спасибо кислород горит прикольно давайте чините все чините оружейку двигатель мне сломали так все по местам новый пожар так как у меня нет огнетушителей мне нужно пожар тушить стрельнул я по оружейке а меня опять штурмуют деремся стрельну по щиту наверное вот так вот да да уж первый бой конечно сложный получился нейронные меня прям закидывают оружием это конечно прикольно но я то через дронов сейчас буду проходить мне много оружия и не надо так двигатель отключен у меня двигатель все летим из этого сектора богомолы или сектор гармонии давайте к богомолам слетаем переходим в сектор свободных богомолов запрашиваем припасы но они с нами не делятся естественно припасами что что у меня по оружию нейронный лазер этот особый тяжелый лазер модифицирован для временного оглушения экипажа в пораженном отсеке урон корпусу урон систем 11 секунд время перезарядки тут 9 тут 2 урона урон корпус урон систем вероятность пробоины 20 оглушение 100 16 секунд интересно может быть я бы даже его пробовал использовать против противников лечу ищу магазин какой-нибудь исследуем астероидное поле а хотя зачем мне магазин мне нужно сейчас изучить реактор хотя бы на 2 и в щиты бы пойти могу 2 щита уже сделать а на дронов 2 энергии оставить ладно вот магазин золтанцев но сейчас мне уже магазин я думаю пока не нужен будет у нас истребитель попался попробуем с ними посражаться что у них там за пушка две пушки какие-то пока они стреляют я пожалуй два дрона заряжу получил я ракетницы по оружейке ладно тогда два дрона врубаю пусть дрона его расстреливают потихонечку окей ну я-то победил но пока что что-то как-то наверное я чего-то недопонимаю как лучше тут себя вести добавлю энергию одну хотя бы чтобы на щиты бросить но мне нужно две энергии все теперь у меня на дронах будет два дрона постоянно и два щита как раз то что нужно для вот текущих битв ваш корабль почти сразу же получает сигнал от ближайшего корабля попробуем защитить их от повстанцев врубаем дроны пускай дрончики тут стреляют пока у противника все-таки попали в меня ракетой пока у противника один щит у меня много шансов победить ну да тут у противников шансов нет вот дроны возвращаются в ангар хорошо в идеале что нужно прокачивать этому кораблю я даже не знаю оружейку наверное возможно может быть еще в щиты упороться трудно сказать пока наверное оружейка вообще в идеале надо вторую пушку цеплять как мне кажется надо уже лететь как-то поближе к выходу потому что там такой путь длинный пульсар на этом маяке заливает систему мощным электромагнитными импульсами но весь флот свободных богомолов летящий к нему похоже не волнуется вы наблюдаете как корабли приближаются к массивной сфере сомнительными намерениями связываемся с лидером свободный богомол возглавляющий группу оказывается полководцем однако он настолько одурманен феромонами что едва может вымолвить внятное предложение пульсар это корабль хе-хе мы показать пульсар кто босс в этой системе можем обменять ракеты на лом давайте попробуем ракеты на лом и какая-то опасность тут ионный импульс ну ионный импульс это вроде щиты мне снесет да ну да это не опасно летим дальше тут нас встречает челнок свободных богомолов у вас мало времени на подготовку прежде чем челнок свободных богомолов поднимает на борт несколько членов экипажа они требуют чтобы вы объяснили почему находитесь на их территории объясняют свою миссию они нам дают лом хорошо так ну еще времени достаточно поэтому поисследую тут районы в этой области несколько кораблей богомолов из разных кланов торгуют припасами неподалеку большинство из них небольшие вы вероятно сможете украсть часть их запасов если готовы рискнуть нет я не буду рисковать красть тут у этих богомольчиков не собираюсь текст количество обломков сканеры дальнего действия используем находим ресурсы хорошо летим дальше обычный маяк но сканеры показывают что в нем открывается межпространственный тоннель в прошлый раз из такого тоннеля вылез какой-то огромный тип вы корабль федерации за который повстанцы объявили награду как нам повезло что мы нашли вас здесь передайте ваши летные планы иначе вам придется не сладко у него есть телепорт один щит стимулятор дронов пехотные дроны этого противника получают двойную скорость передвижения 50% прибавку к боевому диверсионному урону и скорости ремонта тушения попробую с ним подраться не знаю даже что и сказать переключатель какой-то штурмовой дрон настроить режим дрона частицы амфидрон боевой что я я не знаю как это работает ставлю как есть наверное врубаю два дрона врубаю здесь пушку две пушки заряжалась нас атакуют вроде как цветочек да сейчас будем драться с цветочком бью по щитам не не уничтожил жаль так сюда бью цветочек пока будь на месте значит на лазер по щитам щиты у них разрушены сейчас мои дроны должны их разобрать по сути противник уничтожен получаем немного лома умная вентиляция модуль умная вентиляция кислородная установка теперь учитывает местоположение вашего экипажа пополняя кислород на 65% быстрее в отсеках где он присутствует я не могу ее продать нет жаль ладно у меня 117 лома по поводу улучшений а мне нравится улучшение которое я считаю обязательной к установке это кран сбора лома во первых во вторых огнетушители потом еще нужно этот клей для пробоин о там фиолетовый торговец надо бы к нему слетать корабль аэнджи поблизости связывается с вами а сзади приближается корабль богомолов опасность неминуемо свободный богомол преследует запрос свяжитесь со свободным богомолом спросите о намерениях ваше беспокойство равно оправдано однако свободный богомол и союзники федерации вашему энджи удается убедить их что свободный богомол не будет представлять для них угрозы они неохотно верят вам и вскоре корабль свободных богомолов настигает вас обоих вред нет эта война очень тревожная альянсы крайне важны и лучший способ это взаим взаимовыгодные соглашения такие как торговля энджи боятся но обещать мы не желать им вреда окей лечу 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 к торговцу фиолетовому а он мне уже ничего не дает но я могу посмотреть что он продает по крайней мере и все таки я наверное медботов продам или расширенный навигатор продам пожалуй вот тяжелый тяжелая энергетическая пушка я думаю она мне не пригодится нейронный лазер я наверное тоже продам что-то штурмовой дрон делает я не знаю текст из оружия но тут ракетницы пусковая установка бомб ну тут такое мне мне оно не нужно что он мне предлагает поэтому лечу к выходу надо было этот цветочек похилить проверить склад исследовать попробуем спасти жителей этих на борту этих ребят но они ко мне тут телепортировались гады теперь мне нужно отбиваться сейчас сейчас они здесь разрушат да и перейдут медотсек пожалуй я восстановлю у них богомол есть он дерется довольно таки неплохо текст уводим ребят все идем их добивать толпой все хорошо отбились сейчас похилимся 101 лом имеется хочу все-таки этот самый щит наверное прокачать пока я думаю у меня есть возможность упороться в этот щит раз вот пока так потом еще добавлю все летим следующий сектор неизвестный мир сектор а нет сектор гармонии или территория коалиции на территорию коалиции полечу посмотрим что тут будет сторожевой корабль коалиции а с вами связывается сторожевой корабль добро пожаловать надеюсь вы намерены заплатить подожди ты корабль федерации солдаты зарядить орудия у нас незваные гости феромоны обшивка валунов не ладно заплачу тут я с ними связываться не хотел бы у меня 6 топлива всего осталось истребитель коалиции попадается вражеский корабль наполнен феромонами за каждую единицу энергии в кислороде их экипаж получает бонус к скорости при движении и максимальное здоровье обшивка валунов герметик пробоин вот у них есть прикольная штука ну что ж дроны вперед пушки заряжаются сначала по щитам ракетницы ремонтируем быстренько оружейку ох уж эти ракетницы а как они раздражают можно принять их капитуляцию наверное никакой пощады 31 лом получаем давайте-ка ребята чините сейчас похилимся все по местам получаю урон по корпусу к сожалению не обходится без этого так снова у нас перехватчик коалиции тут был по моему истребитель это перехватчик но дело в том что а у него еще и маскировка есть у него два щита это уже довольно-таки неприятно окей минус кислород и в оружейку попали защита вот сработала у них опасные противники упс пропустил я момент пожар сейчас огнетушители должны сработать никакой пощады уничтожаем уничтожаем противника минус один член экипажа очень жаль опасность метеоритов летим дальше так надо кислород включить членок повстанцев у этого маяка застрял корабль повстанцев серьезными повреждениями двигателей они не пытаются атаковать вас так как слишком сильно повреждены связаться с повстанцами черт возьми только не федералы какого черта вам надо если вы собираетесь нас убить то сделайте это быстро прикончим их они не такие уж слабые как я думал ничего себе они еще и телепортируются ко мне сейчас сделаю залп по оружейке не получилось врубаем хил хотя бы небольшой там вроде пробоина да противника ой 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 вот это залп был ремонтируйте ребят оружейку обалдеть все принимаем их капитуляцию вариантов нет вообще чиним кислород заканчивается давай быстрей чиньи пожалуйста окей как-то так что по поводу щита если я сделаю так я только один дрон могу использовать пока что не получится магазин пиявок можно залететь а у меня корпус 2 остался защитный дрон дают нам ресурсы мне нужно поремонтироваться обязательно два топлива куплю ну тут сейчас заряжу двигатели отправлюсь дальше штурмовой отправляемся чуть ближе к выходу сейчас посмотрим кто у нас здесь истребитель коалиции в общем зря я в коалицию залетел они прям ребята мощные получаются по щитам им будем бить мимо снова мне разрушают кислород это прям проблема у меня щитов нету уже да получается они врубают маскировку снова вырубают мне щиты ну пока в целом справляемся они хотят капитулировать выключим связь будем добивать их получил немножко больше лома хотя они топливо давали топливо было бы полезно тоже вот в теории могу три щита сделать и использовать вот два дрона лечу дальше исследую неисследованное тут у нас штурмовик повстанцев попадается начинаем с ним драться у него куча орудий это очень плохо а я еще и промахиваюсь постоянно буду стрелять из оружия по оружейке вражеской сейчас они залп дадут и все тушим чиним они не должны стрелять из-за орудий повстанцы хотят улетать принимаем их капитуляцию я может и не успею их остановить давайте починим сейчас медотсек похилимся 21 лом у меня имеется этого маловато чтобы одну энергию еще вкачать 25 надо лечу дальше исследую неисследованные районы появление корабля свободных богомолов в пространстве коалиции не единственная неожиданность этого маяка оказывается этот корабль также успел взять заложники судна коалиции привет друг отличный день сегодня у нас большой выбор экипажей взятые из свежей убитой коалиции пиявку валуна богомола слизня я возьму валуна куси валун куси давай вперед топай двигателем хотя наверное я заметил что чаще всего вот сюда телепортируются противники давайте-ка наверное еще не поздно поменять я думаю местами валун мне здесь мне кажется больше пригодится сохраняем так корпус сильно поврежден тут еще правда до повстанцев еще много времени но я раз уже подлетел буду вылетать отсюда сенсоры засекли летящий через систему корабль беженцев выйти с ними на связь производим обмен пускай летим к выходу что тут у нас исследуем высадиться на станцию и немножко лома тут я еще один могу не исследованный район успеть исследовать как раз находится крупная строительная верфь коалиции попытаться проникнуть к недостроенным кораблям и нас тут перехватывают рубаем дроны о оружейку они мне выбивают обалдеть так они мне щиты щиты ломают тоже зарядился у меня выстрел делал один выстрел кислород у них сломан сейчас будут по оружейке стрелять защита произошла ихней оружейки давайте дрончики вы сможете есть победили гектор с навыками ремонта я так понял к нам присоединяется ремонтный червяк давай гектор тогда на камеры мне просто интересно смотреть наблюдать за противниками выгоднее наверное было бы на двери его посадить но мне просто ради интереса так хочется сделать текст но 4 уровня щита я наверное не смогу изучить что сейчас изучать силовые двери тут обычные двери вообще против абордажей двери нужно прокачивать насколько я понял дрон 55 и 80 одну энергию наверное движки надо прокачивать а мне же еще это внутреннее улучшение нужно где это было бортовые технологии вот герметик пробоин вот то что мне нужно мне кажется это очень хорошая штука пожалуй одну энергию возьму для движков шанс у ворота 22% все летим к выходу ничего не делать улетаем в следующий сектор корабль ополчения попробуем припасы запросить и они нам выдают припасы хорошо спасибо полетим к аванпосту аванпост федерации хотелось бы его посетить попробуем ресурсы найти да кое-что удалось найти летим к аванпосту что тут можно будет интересно сделать связаться с аванпостом запросить ремонт запрашиваю ремонт 7 прочности они мне восстанавливают хорошо неплохо все летим дальше опа враг на борту все все-все-все давайте куда-то куда-то бежать искать противника вот одного нашел двоих даже сейчас будем с ними драться ого ого их тут сколько ну у них шансов нет у меня регенерация идет так кислород надо починить отлично отлично победили мы этих ребят все все по местам заряжаем двигатели и отсюда мы будем улетать магазин пиратов интересно посмотреть что там продают пираты вы получаете широкополосное автоматическое сообщение с расположенного неподалеку черного рынка добро пожаловать на наш скромный торговый склад и верфь мы рады всем но если вы попробуете что-нибудь провернуть наши 152 автоматических турельных спутника разнесут ваш корабль в клочья сходить за покупками могу купить члены экипажа 36 стоит энджи довольно таки дешево телепортатор клон отсек тут пушки вот только энергетическая пушка вот это мне доступно но смысла в ней я вообще не вижу продать ничего не могу могу рандомную пушку попробовать купить но опять же какой смысл не знаю поремонтируюсь наверное состояние корпуса 17 сделаю полный ремонт и докуплю топливо потому что топливо мне крайне необходимо все полечу поближе к выходу курьер союза тут полуразрушенный попробуем пристыковаться и мы получаем бомфи энджи энджи с навыком ближнего боя ничего себе прикольно энджи с навыками ближнего боя ставлю его на двери вот так вот все у меня ноль лома вообще ноль лечу поближе к выходу транспортный корабль посмотрите что они предлагают какую-то бомбочку мне она не нужна там у меня и ресурсов то нет лома вы получаете сообщение со станцией вращающейся на орбите ближайшей планеты капитан мы команда федерации по терраформированию улучшение реактора спасибо мы им помогли они нам улучшение реактора сделали будем кружиться около выхода посмотрим вас вызывает отчаявшийся персонал гражданской станции пожалуйста вы должны помочь наши сканеры обнаружили крупные астероиды попробуем защитить их ух ты вы находите астероиды о которых идет речь у вас есть немного времени пока они не врежутся в станцию а раньше просто можно было заслонить своим кораблем их корабль и все на этом ладно попробую так сделать 30 секунд мне дается на уничтожение астероидов хватит ли мне мощности да хватило интерактивная такая миссия стала прикольно мне нравится это изменение так летим на неисследованный район оу подстрекатель повстанцев ничего себе врубаем все что можем врубить сейчас будем их потихонечку атаковать по оружейке наверное отстрельну все равно не попал одни промахи как так мне бы пушку которая имеет несколько выстрелов было бы вообще замечательно у них восстановились все щиты буду стрелять тогда по щитам наверное а еще лучше мне бы ионную пушку они хотят свалить да они наверное успеют свалить да наверное приму их капитуляцию потому что так я хотя бы какие-то ресурсы получу а так они могут просто свалить и все лечу к выходу сейчас посмотрю что здесь будет исследуем засекли летящий через систему корабль беженцев выйти с ними на связь это пиратский оу бомбардировщик броня кристаллинов каждый раз когда вы наносите урон корпусу этому врагу своим оружием есть шанс что от него колется осколок и полетит в сторону вашего корабля он не пробивает щиты но при попадании наносит одно повреждение случайному отсеку окей кристаллины корабль кристаллины три щита от меня больше всего смущает то что у них три щита у меня орудия очень слабенькие чтобы пробивать три щита сразу буду стрелять по щитам а что делать еще и мажу постоянно опс вот это плохо ну наверное тогда буду заряжать двигатели и сваливать скорее всего где там мой дрон еще один очень часто промахиваюсь это прям критично в моей ситуации капец просто не пробиваю их вообще вообще не пробиваю это просто жесть вот один раз урон нанес во щиток повредил мне кажется они скоро захотят свалить просто-напросто включат движки и свалят так начинаю их пробивать потихоньку уже приятно осколок там пролетел ух ты можем принять их капитуляцию да приму пожалуй пускай будет капитуляция идем на ремонт много повреждений я получил по корпусу так ремонтируемся все по местам и будем улетать отсюда все летим следующий сектор область империи граница федерации давайте наверное границу федерации новый корабль открыл план минимум я на эту серию выполнил это уже радует сторожевой корабль флот задержан попросить поддержку топливо боеприпасы дрон дрон комплекты ремонт давайте пять прочности очень неплохо что ж на этом я серию завершу вот такая получилась серия новый корабль получилось открыть это уже радует посмотрим что будет дальше на этом все всем спасибо за внимание жду ваших комментариев всем пока субтитры